Дуслар салям! Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Нур Ахметов. И сегодня мы захотели рассказать вам про новый казахстанско-татарстанский фильм, который называется Тарлан. Он вышел в российский федеральный прокат в начале декабря. Я его посмотрела буквально пару дней назад и очень захотелось с вами его обсудить. Фильм сняли татарстанско-татаркино и казахстанско-алмапикча. В основе сюжета повесть татарского классика Халимжана Ибрахимова «Алмашуар». Это прям такая классика-классика татарской литературы. Ее проходит в школе, она достаточно известна и популярна. Например, в данный момент сразу в двух татарстанских театрах она идет на сцене. Начнем с того, что у проекта на самом старте сменилась команда. Та самая команда, которая выводила проект на международный питчинг для получения гранта. Изначально автором идеи был татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай. Он несколько лет работал над экранизацией этой повести, разрабатывал сам проект. Потом в какой-то момент он встретил татарстанского продюсера Милешу Айтуганову, который, как оказалось, тоже думал над этой идеей. У нее в планах была ее реализация. Впервые о своей идее Ильшат Рахимбай говорит в интервью 2018 года. И вот что он говорит. Самый важный проект это фильм «Алмашуар». Это то, чем я живу последние года два. Это то, что мы недавно презентовали в Артхаме для Константина Хабенского. Он заинтересовался. Посмотрим, во что это выльется. По словам Ильшата, для фильма требовалось 20-25 миллионов. Режиссер планировал, что половину денег можно будет получить из татарстанского бюджета и оставшуюся половину у частных инвесторов и сопродюсеров. В итоге в 2020 году команда проекта получает деньги. В результате международного питчинга, который проходил в Казахстане, проект получает 95 миллионов тенге. И потом к этой сумме еще здесь татарстанский Минкульт добавляет 5 миллионов рублей гранта. Но новые продюсеры поставили такие условия, которые Ильшата Рахимбая как режиссера не устроили. Так, из проекта ушел сам Ильшат, ушел оператор, ушел сценарист. Но осталась татарстанская продюсера Милевша Айтуганова. Появилась татарстанская режиссер Юлия Захарова, которая достаточно часто работает на проектах Татаркино. И появился казахстанский сценарист Бигбулат Шакеров. Возможно, вы его знаете по сериалу Влюбленные, по фильму Лето 41-го года, и по фильму, который только готовится к прокату Рассвет Великой Степи. Дуслар, спасибо всем тем, кто поддерживает наш канал. Благодаря вам мы продолжаем снимать и выкладывать эти ролики в Ютубе. А тем, кто хочет также войти в число наших патронов, достаточно перейти по ссылке в описании. Там есть ссылка на наш закрытый телеграм-канал, как раз-таки подписка на который и делает вас нашим патроном. Подписка стоит недорого, всего 3 евро в месяц. Это примерно как одна чашка кофе. Взамен на это вы вступаете в телеграм-канал. Мы там обсуждаем разные новости, готовим для этого канала такой контент, который больше нигде не выкладываем. Кроме того, у наших патронов есть возможность присылать нам различные видео, клипы, музыку, фильмы, для того, чтобы мы записали на них реакцию или разбирали здесь, как сегодня делаем это с фильмом Тарлан. Кроме того, наш канал можно поддержать единоразово. Для этого у нас есть одна маленькая кнопочка в телеграм-канале Ютуб Татарочки Новости. На ней так и написано, поддержать. И с помощью нее можно отправить нам любую комфортную сумму. Все эти действия можно производить с любой банковской карты любой страны мира. Итак, продолжаем. Мы остановились на том, что фильм все-таки сняли с новой команды и запустили его в федеральный прокат. До того, как он вышел к массовому зрителю, фильм показали на различных международных фестивалях в Италии, в Испании, в Южной Корее. В самом начале ноября фильм показали турецкому зрителю на фестивале в Бурсе. Честно говоря, не знаю, каких результатов фильм добился на иностранных фестивалях, но на фестивале казанском, на фестивале мусульманского кино, он получил лишь приз зрительских симпатий. Команда фильма подготовила сразу три его версии на русском, татарском и казахском языках, а в кадре же все актеры говорят по-русски. По сюжету отца главного героя Закира, Тимирхана, подставляют на Сабантуе. После проигрыша в Крэш он хромает, а его противник в знак признания своей вины через два года приводит ему жеребую лошадь. Правда, Тимирхан это совсем не утешает. Рождается жеребенок, кобылу задирают волки, и жеребенку дают под опеку Закиру. Мальчик вместе со своим дедом Софой выхаживает этого жеребенка, он выздоравливает, и Закир заключает пари с одним из деревенских пацанов, что выиграет на скачках. Вместе с дедом они тренируют лошадь, а городская девушка Айгуль помогает им с уборкой и кормлением животного. Внимание, сейчас будет спойлер, но если вы читали поиск Гальмиджана Ибрахимова «Алма-Шуар», вы уже знаете, что мальчик скачки выиграет, но так сильно загонит лошадь, что она в итоге в муках умрет. Некоторые сцены этого фильма снимали в Татарстане, большинство сцен было снято в Казахстане, и, как я потом прочитала, по замыслу сценариста оказывается в центре этого сюжета смешанная семья, где отец Казах, а мама Татарка. Скажу сразу, что по большому счету фильм неплох. Неплох, если мы его рассматриваем в категории любительское кино. Но раз уж я иду в кинотеатр и отдаю за билет в будние дни около 200 рублей, и в выходные почти 400 рублей, я иду с ожиданием увидеть что-то профессиональное, и то, что меня вдохновит, то, что мне очень сильно понравится. И сразу, забегая вперед, скажу, что не такие эмоции я получила от этого фильма, и дальше я расскажу, почему. Картинка в фильме необычайно радует глаз, особенно те планы, которые сняты в Казахстане. По сюжету мальчик с дедушкой едут к реке Каракенгир, чтобы вылечить жеребенка. И когда на экране показывали вот эти общие планы с горами и с лесом, зрители в зале, их, кстати, было не больше 10 человек, выдыхали и говорили, «Ого, панорамы, сцены застолья, сцены диалогов радуют глаз, чего, к сожалению, не скажешь о графике и сценах скачек». Скачки — это вообще центральное событие сюжета фильма. Это тот самый момент, которым у нас вели больше часа. Но сняты они максимально невнятно и непонятно. По сюжету мальчика Закира родители не пускают участвовать в скачках, потому что боятся, что он покалечится, потому что до этого он уже падал с лошади, и закрывают его в комнате. На помощь к нему приходит дед Софа, выпускает его. Мальчик садится на лошадь и куда-то скачет. В итоге он оказывается на том самом месте, где проходят скачки. Там уже заездники вовсю участвуют в этом забеге. Закир вклинивается в этот забег, скачет по полю, как нам показывают. Потом нам показывают трибуны, мимо которых проносятся заездники, но мы не можем распознать, кто есть кто. И следующий план. Закир продолжает скакать по полю, но делает это уже с очень счастливым лицом. Ни момент финиша, ни момент вот этой победы и триумфа, ни то, как разрешился спор с деревенскими мальчишками. Нам этого ничего не покажут. И так мы плавно переходим к сценарию этого фильма. Приведу только несколько ярких примеров, которые, как мне кажется, помогут вам понять, что не так с этим сценарием. Например, в начале фильма у главного героя есть сестра. Мы видим ее в первой сцене семейного застолья. Потом она приходит к родителям и сообщает, что завтра к ней придется вататься деревенский парень. В ответ на это мать растерянно произносит, как свататься, у нас ничего не готово. А отец огрызается и говорит, без тебя проблем полно, я сказал, поедешь в город учиться. И все, сестру мы больше не увидим. Более того, в тот момент, когда родители не хотят пускать Закира на скачки, они говорят друг другу, совсем одни останемся на старости лет. И непонятно, что произошло с этой девочкой. То ли она вышла замуж без разрешения семьи, то ли она уехала в город, то ли она там пропала, то ли вообще непонятно, куда она делась. Еще один главный двигатель сюжета – жеребенок. Но о его рождении мы узнаем только, когда его ранят волки. То есть нам просто показывают коня с пораненной ногой. И только потом объясняют, что это тот самый будущий Тарлан. Ну и самое мое нелюбимое, что может быть в фильмах, это когда прошедшие события или сны существуют в фильме только в виде монологов. То есть о них рассказывают герои, нам их никак не показывают. Более того, притчи, которыми очень щедро посыпает дед Закира Сафа, тоже существуют только в монологах. И нам их никак не иллюстрируют. Справедливости ради, есть две сцены с воспоминаниями деда Сафы о детстве. В них играет татарский актер Равиль Шарафиев. Это тот самый единственный актер фильма, который в оригинале говорит на татарском. Одна сцена тут о том, как на глазах у маленького мальчика закалывает лошадь, а другая о том, как папа дарит ему деревянную игрушку в форме коня. И еще мы увидим один сон Закира. Ну как сон. Мы увидим странноватую графику, перед нами будет только холка коня, видимо, которая показывает глазами всадника. После этого Закир в ужасе просыпается, и зрителю становится понятно, что это был кошмар. Диалоги. Диалоги в фильме максимально картонные. Это особенно заметно в сцене, когда подростки разговаривают у реки. Подростки так не говорят, особенно такими пространными и развернутыми предложениями. Вот вспомните любой фильм, от диалогов которого вам было стыдно, вот здесь было именно так же. Два диалога я даже записала. Они прозвучали в достаточно похожих друг на друга сценах. Возможно, это должен был быть рефрен, который привнесет немного юмора в картину, но мне было не смешно. В обоих сценах участвуют мама и папа главного героя Закира. Первая сцена. Она происходит во дворе, где мать что-то там прибирает. Отец говорит, ты чего шумишь? Мать ему отвечает, да вот. Вторая сцена, она происходит в огороде, на грядке с морковью, которую, как мы понимаем, Закир, видимо, таскает оттуда морковь, чтобы кормить своего же ребенка. Так вот, на этой грядке мать прибирается, на заднем плане проходит отец и говорит, ты чего тут? А мать ему отвечает, да вот. И на этом месте скажу, что как раз таки маму главного героя, маму-татарку, играет певица татарской эстрады Алсу Абельханова. Она достаточно часто задействована в проектах татаркино, но появляется в них в основном как ведущая, что, мне кажется, о многом говорит. Татарстанская сторона мотивирует свой выбор главной героини тем, что вот татарстанскому зрителю этот человек известен и он захочет посмотреть на Алсу Абельханову в кино. Не буду останавливаться на всех остальных актерах, потому что это будет не очень интересно и скорее грустно. Отдельно скажу только о том, кто в плане актерской игры вообще тащит весь фильм. Это Ергенбай Абу, тот самый, который играет дедушку главного героя, деду Сафа. Его герой это типичный бабай, который говорит пословицами, учит уму-разуму, все подкрепляет притчами. Когда внук спрашивает, сколько ему лет, он очень кокетливо уходит от ответа. Вот, например, несколько пословиц, которые он произносит. Способный терпеть, способен добиться всего, что он хочет. Что положишь себе в котел, то будет и на ложке. Что соединяет лошадь и всадника? Поводье? Нет. Сердце. В описаниях и достаточно сдержанных рецензиях к этому фильму пишут, что это фильм о дружбе, о конфликте поколений, взрослении, любви к природе. Это в фильме, безусловно, присутствует, но существует только в словах и никак не показано образно. А это все-таки фильм. Актерам, которые изображают дружбу, взросление и любовь к природе, я, к сожалению, не поверила. В этом плане фильм разгромно проигрывает повести Алмашуар. Вот в ней есть и драматизм, в ней есть и юмор, а концовка в ней такая и написана так, что просто плачешь на взрыд. В итоге, если вы хотите составить собственное мнение об этом фильме, то обязательно сходите и посмотрите. Ну а если просто планируете хорошо провести вечер, то выберите другой фильм. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий в поддержку этого ролика и отправьте это видео тем, кто верит в татарстанский и казахстанский пневматограф. Всего доброго, всем мира, здоровья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok